Музыка лечит, уверяют артисты. Сцены для таких творческих людей – самая настоящая жизнь. Исключением не стал и всеми любимый исполнитель Иосиф Кобзон, который скончался 4 года назад. Жена Мэтры Нали Михайловна совместно со своими коллегами организовала творческий фестиваль-марафон «Мой путь», приуроченный к 85-летию артиста. Честно говоря, я вот эти дни получаю огромное удовольствие, огромное счастье за то, что мне посчастливилось жить с таким именно человеком, которым я могу гордиться, которым может гордиться семья, дети наши, внуки и, в общем-то, весь народ. Потому что его народ любит, я могу это смело сказать, знает его песни, не забывают его. Я счастлива, что эти дни я здесь, в этом краю, в этом городе Чита, который, конечно же, очень преобразился, очень похорошел, помолодел. Нали Михайловна поделилась впечатлениями о концерте, который накануне прошел в Агинском. Невозможно было без слез слушать все вот эти слова благодарности, слова памяти о Юз Давыдовиче. Они перечисляли, что он им помог, что он делал для края. Вот буквально мы были на улице, и они говорят, вот этот крам построил Юз Давыдович, этот отцан построил Юз Давыдович, эту школу музыкальную, которая названа именем Кобзона, тоже построил Юз Давыдович. Я думаю, Господи, когда же он это все успел сделать? Звезды, которые сегодня посетили столицу нашего региона, много лет были знакомы с Осипом Кобзоном. Для них огромная честь отдавать дань уважения памяти этому человеку. К тому же песни артиста знает не одно поколение. Они сблизили множество народов, и это неосприимый факт. И даже сегодня на центральной площади имени Ленина десятки людей продолжают их петь, ведь Забайкалье вторая родина музыканта. У нас сегодня завершающий концерт гастрольного тура нашего фестивального, юбилейного, посвященного юбилею нашего всеми любимого, дорогого Юз Давыдовича Кобзона. И мы счастливы, мы счастливы, что могли прикоснуться к его творчеству, к его жизни еще раз. Я знакома с Юз Давыдовичем более 30 лет, и для меня это большая честь и большая радость принимать участие в таких концертах. Многие звезд эстрады в нашем регионе оказались не в первый раз. По их словам, Забайкальский край с каждым годом все больше и больше расцветает. Аккордеонист Петр Дранго и вовсе мечтал посетить местные датсаны, и, конечно, попробовать традиционные бузы. И здесь его маленькая мечта сбылась. Мы в юрте вчера ели. Женщины слева, мужчины справа, все. По всем канонам ели. У меня самые-самые теплые впечатления, потому что я очень давно хотел попасть в датсаны, и я попал в Агинские датсаны и здесь. В обоих случаях попал к ламам. Я никогда не был в такую погоду еще в Чите. Это вот действительно правда. Всегда зимой мы приезжаем в туры, потому что так заведено. Люди больше хотят ходить на концерты зимой. Холодно, лучше в помещении провести время. А летом всегда можно на улице в такую погоду. Каждый из участников концерта с трепетом и огромным уважением вспоминает Иосифа Давыдовича. Он внес огромный, несравнимый ни с чем вклад не только для Забайкальского края, но и для всего мира. Его песни и человеческие поступки навсегда останутся в памяти миллионов людей. Екатерина Бакшеева, Антон Носов, Никита Дроздов, РТК Забайкалья. Мама, пей меня, прости.